Егор Мишин буквально три месяца назад с большими сомнениями заводил разговор со взрослыми. Отстранённо держался возле сверстников. Виной тому не детская стеснительность, а травма, полученная при рождении. Спустя примерно год она обернулась нарушениями в развитии. Сердце мамы мальчика не обмануло. Марина Мишина заметила трудности в коммуникации первой. Начался путь непрерывной реабилитации. Спустя годы усердной работы виден прогресс. Сегодня Егор гораздо увереннее держится в присутствии незнакомых людей. Не испугался наших камер и даже рассказал о своих любимых играх. Помогла и новая программа занятий. Суть занятий заключается в том, что дети занимаются велосипедным спортом. Они учатся кататься на велосипеде. Конечно, сейчас не все дети в нашей группе могут самостоятельно этими навыками обладевать. Егор пока не может кататься самостоятельно, только с поддержкой тренера. И я вижу на протяжении этого проекта, что у Егора, во-первых, улучшается коммуникация со взрослым человеком. А это вообще основная проблема детей с аутизмом. Это нарушение коммуникации и социального взаимодействия. Автор проекта, о котором идет речь, Анна Прибылова. Девушка выиграла субсидию от городминистрации. Деньги пошли на покупку оборудования и защитные экипировки для занятий. Они бесплатные и помогают восстановиться детям с нарушениями опорно-двигательного аппарата и расстройством аутистического спектра. Девушка призналась, идея родилась из собственной боли. Недуг коснулся и сына Анны. От этого есть четкое понимание тревог и переживаний мам, чьи малыши родились с особенностями здоровья. Наш тренировочный процесс сам по себе уникален, поскольку мы объединили и реабилитационную часть, и непосредственную езду на велосипеде. Первая часть, то есть реабилитационная, она включает занятия на гимнастических матах, на ковриках, используются фитболы, доска, бельгоу, балансборды, мячи, конусы. А во второй части занятий ребята катаются на крутых двухколесных горных велосипедах, и при этом навесное оборудование на этих велосипедах достаточно удовлетворительного качества. Занятия проводит врач-реабилитолог, специалист по адаптивной физкультуре. Программу для каждого ребёнка подбирают индивидуально, ориентируясь на его здоровье и способности. В результате дети полностью вовлекаются в процесс, прилагают все усилия, чтобы показать хороший результат. Попутно ребятишки общаются друг с другом, заводят новых друзей. О сердце их родителей хоть на пару часов, но перестаёт болеть за их счастливое будущее.